добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы с вами рассмотрим новый lexus lx 600 в последнем кузове и перед тем как мы начнем я хочу напомнить что мы автосалон который может привести абсолютно любой автомобиль который вы хотите в самые короткие сроки из любого уголка нашей планеты и теперь погнали так как мы уже вам показывали почти такой же lexus lx 600 но это была комплектация vip black то здесь хочется вам рассказать про изменения которые у нас идут в разных комплектациях автомобилей прежде чем я вам это буду рассказывать хочется тоже сказать что на машине у нас уже есть полиуретановая пленка прозрачная которая защищает как раз таки его от всего что у нас случается на дорогах общего пользования пескоструй мелкие камни дтп и так далее все это ни почем передней части кузова данного автомобиля и за те 19000 метров пробега который он уже проехал как можете видеть состояние лакрашного покрытия у нас просто идеальные машина действительно снаружи как абсолютно новая теперь о самом автомобиле во первых здесь у нас идет безумно красивый черный цвет с очень таким насыщенным ксераликом вот это вот крошка в краске под лаком она переливается на солнце и он прям придает объема всем формам этого автомобиля особенно вот эти вот два выступа на капоте они там еще как будто бы больше становится нежели чем на автомобилях без такого эффекта в краске так как эта комплектация не black то у нас естественно решетка радиатора окрашена не в черный цвет а в такой вот серебристый накладка под бампером тоже у нас серебристое по кузову элементы далее которых я буду рассказывать но тем не менее присутствуют все вспомогательные системы то есть радар за логотипом lexus камера которая относится у нас круговому обзору и передние парктроники переходим далее по автомобилю на автомобиле установлены 22 колесные диски оригинальные lexus окрашены в черный цвет с полированной лицевой частью опять же этот кром у нас сочетается на передней части на расчетке радиатора на боковой части все выглядит достаточно органично и собрано в одной цветовой гамме и в одном стиле за колесами находится тормозная система суппорта у нас окрашены в черный цвет с гравировкой lexus тоже очень хорошо это все выглядит лобовое стекло на автомобиле с подогревом с камерами боковые стекла у нас идут двойные акустические чтобы не проникал шум внутрь салона автомобиля что тоже у нас показывает что автомобиль не из простых это настоящий премиум все те же элементы хрома присутствуют у нас и на ручках дверей которые как раз таки имеют себе еще и бесключевой доступ абсолютно на всех ручках всех четырех доводчики также у нас имеется что тоже очень удобно и очень удобная подножка для посадки в салон и кстати окрашена она у нас в текстурный цвет такой черный цвет но с текстурой чтобы не так было видно повреждения и в принципе текстура не так сильно повреждается при использовании потому что как раз таки если заметить то колесо как раз таки весь песок из колеса который будет эти вода и так далее попадают прямо в порог именно в накладку эту и как раз таки текстура спасает его от того чтобы он так быстро изнашиваться в принципе тоже элемент очень продуман и это очень важно и хорошо а есть еще одна идея как сделать эту машину лучше и придать ей вид от более богатой версии я думаю многие догадались что это сделать антихром как раз таки как на комплектации vip black что можно сделать в нашем тюнинг ателье про тюнинг как раз таки в самом лучшем виде будет выполнена данная услуга нашими мастерами еще один текстурный элемент встречается у нас в задней части автомобиля это накладка на бампер на многих машинах я думаю все замечали что присутствует на верхней части заднего бампера специальная накладка которая служит для того чтобы защищать задний бампер от повреждений при погрузке в автомобиль чаще всего это выглядит как отдельная накладка которая особо не вписывается внешний стиль дизайн автомобиля но в этом случае сделали на самом деле очень грамотно потому что нет у нас какой-то отдельной накладки которая ставится на бампер а эта часть у нас переходит в боковые элементы заднего бампера и прям сливается с ним и вписывается опять же в дизайн данного автомобиля тут же и за изменениями видим то что у нас имеется окрашенная нижняя часть бампера в серый цвет как раз таки с заглушкой фаркопа те же парктроники но тут у нас имеется шильдик lx 500 d то есть машина у нас дизельная открываем багажник видим что у нас здесь имеется большое количество места для перевозки каких-либо вещей и на самом деле из всех 600 lx of новых в данной комплектации самый большой объем багажника потому что у нас здесь два ряда сидений это не вип в котором задний ряд второй ряд сидений чуть сдвинут назад а это стандартный обычный второй ряд сидений поэтому как раз таки большое место багажнике у нас получается из удобств также розетка стандартная 220 вольт для подзарядки слева у нас находятся кнопки складывания второго ряда сидений стандартная шторка которая закрывает сверху багажный отсек от салона отделяет его такая же как принципе и на всех lexus lx и крючки на обоих боковинах стенок багажника и как раз таки на полу чтобы еще закрепить груз который вы будете перевозить с собой в салоне отделка из светлой кожи тоже большое количество этого материала нас присутствует на подлокотнике на сиденьях на дверных картах на парпризе у нас идет уже черная кожа в общем куда ни прикоснись у нас везде присутствуют хорошие материалы плюс отделка из дерева на центральной консоли на дверях у нас повторяется тоже элементы такого роскошного дорогого хорошего интерьера в этом автомобиле у нас есть еще на руле у нас те же вставки дерево собственно и присутствует сам руль достаточно удобные тоже боковые части у нас отделаны из кожи за ним находятся лепестки переключения передач приборная панель на половину механической на половину электронная то есть механические у нас приборы только контроль давления масла температуры охлаждающей жидкости зарядка аккумулятора и объем бака в бензине оставшийся а спидометр тахометр остальные все параметры у нас на электронном экране который естественно может меняться в зависимости от того что вам необходимо в данный момент времени спереди на лобовом стекле мы видим еще и проекцию тоже достаточно удобно чтобы не отвлекаться от дороги на спидометр на все эти экраны сразу все видно на лобовом стекле также большое количество экранов на центральной консоли это мультимедиа большая сверху под ней находится еще один экран для регулировки климат-контроля на который еще выводится показания по автомобилю различные выбор режима езды и так далее здесь принципе тоже все узнаваемо кнопки вентиляции включения вентиляции в сиденьях подогрева в них же кнопка включения обогрева руля тоже очень хорошо что реализовано и деревянные вставки в руле у нас есть и обогрев здесь также присутствует на самом деле достаточно сложная процедура именно совместить два этих элемента и вставки и собственно обогрев чуть ниже у нас имеются кнопки также стандартные регулировка к ним подвески отключения и включения блокировки межосевой кнопки стабилизации и ручной тормоз справа два больших подстаканника зарядка беспроводная для вашего телефона тоже очень удобно на видном месте прямо под рукой сразу он заряжается и спереди у нас находится ниша для различных мелких вещей два разъема для зарядки один из них type-c 2 usb 20 стандартный и слева еще прикуриватель для того чтобы подключить различные другие устройства подлокотник который тоже у нас открывается как слева так и справа так из задней части то есть абсолютно каждый человек в салоне может его открыть потому что в нем находится еще и холодильник для того чтобы вы могли охладить ваши напитки на заднем ряду достаточно просторно как раз так и за счет того что у нас здесь два ряда сидений можно откинуть еще и спинку по наклону назад и ехать с максимальным комфортом на далекую дистанцию и как раз таки для удобства здесь есть еще и широкий подлокотник с двумя подстаканниками выдвижные шторки чтобы уже закрыться полностью от внешнего мира и можно наслаждаться как раз таки просмотром допустим фильмов сериалов на этом экране включать музыку на нем тоже очень удобно что и у правого и у левого пассажира это имеется на центральной консоли 2 ряда сидений у нас присутствует регулировка климат-контроля четырехзонного включения вентиляции подогрева сидений заднего ряда и снизу еще выдвигается дополнительный блок которым есть у нас прикуриватель разъем аукса две штуки краски для того чтобы подключить наушники к экранам два разъема type-c для зарядки ваших устройств и еще hdmi чтобы можно было вывести изображение с другого устройства на эти экраны под капотом это автомобиль у нас располагается дизельный двигатель объемом 33 литра и мощностью 299 лошадиных сил которая работает в паре с классическим автоматом и получается у нас самая надежная связка это тойотовский дизель плюс классический автомат который провезет вас огромную огромные сотни тысяч километров без каких-либо проблем от тот факт что эта машина еще и продается в нашем автосалоне с гарантией придаст вам еще больше уверенности при покупке данного автомобиля и так lexus x600 действительно хороший семейный роскошный я бы сказал надежный автомобиль который подарит вам кучу эмоций за период его эксплуатации посмотреть эту машину можно в нашем автосалоне против ним городе краснодар по адресу улица российская 263 он стоит прямо здесь готов к вашим просмотром с гарантией уже защищен как я говорил в полиуретановую пленку в общем идеальный вариант для человека который хочет стабильности и надежности на долгое время и не забывайте что у нас есть автосалоны не только в городе краснодар но также и в москве и в ставрополе поэтому скорее обрешаетесь если вы проживаете в этих городах в наши автосалоны не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить новые видео